Радио Медуза Это Радио Медуза. Все наши главные материалы в звуке. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить обновления. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на Ютьюбе и в приложении Медузы, которое работает в России без VPN. Что случилось? В пятницу, 11 октября, Ассамблея Республики Португалия одобрила законопроект о введении так называемых гуманитарных виз. Предполагается, что такой документ сможет запросить человек, спасающийся от войны или от политических преследований у себя на родине. Фактически это позволит начать процесс получения убежища еще до пересечения португальской границы. Сейчас обратиться с таким запросом можно только находясь в самой Португалии. Авторы законопроекта из партии «Либеральная инициатива» указывают на то, что попытка добраться до португальской территории для беженцев может таить серьезные опасности. К примеру, некоторые могут нелегально преодолевать границу с риском для жизни. Вместо этого человек, претендующий на статус беженца, сможет продать прошение о предоставлении убежища в посольстве Португалии в стране своего происхождения или в соседней стране, цитирует издание «Абсервадор» текст законопроекта. Раз законопроект одобрил парламент, появление гуманитарных виз – дело решенное? Пока нет. Законопроект приняли большинством парламента в целом. Это как когда Госдума РФ принимает инициативу в первом чтении, поясняет Медузе российский политический активист и член португальской партии «Либеральная инициатива» Павел Елизаров. На следующем этапе инициативу рассмотрит парламентский комитет по конституционным вопросам. Документ будет дорабатываться. В частности, будут определять условия получения виз. Потом будет голосование уже по финальной редакции, объяснил Елизаров Медузе. В случае окончательного утверждения парламентом законопроект должен подписать президент Марселу Робелу де Сауза, у которого формально есть право вето. Однако, уверен Елизаров, глава государства вряд ли воспользуется возможностью заблокировать инициативу. По словам Елизарова, законопроект не вызвал больших дискуссий. Хорошо. Когда в таком случае гуманитарные визы могут заработать? Трудно сказать. Как пояснил Медузе Елизаров, в «Либеральной инициативе» рассчитывают на финальное утверждение законопроекта уже в этом году. Правда, Елизаров оговаривается, что это будет возможно, если зимой в Португалии не будет политического кризиса и новых выборов. В чем риски этого сценария? С начала 2020-х годов Португалия столкнулась уже с двумя крупными политическими кризисами. В 2021 году парламент, большинство в котором было у социалистов, не смог утвердить бюджет на следующий год. Против выступили, в частности, радикально левые партии. В итоге президент распустил ассамблею и назначил досрочные выборы на январь 2022 года. На них победу вновь одержала социалистическая партия, даже укрепившая свои позиции по сравнению с прошлым созывом. Однако уже осенью 2023 года страну охватил новый кризис. На фоне масштабного коррупционного скандала в отставку подал премьер-министр и тогдашний лидер социалистов Антонио Кошта. В итоге президент вынужден был вновь распустить ассамблею и назначить на 10 марта 2024 года новые внеочередные выборы. По их результатам социалисты потеряли большинство. Если планы авторов законопроекта сбудутся, есть шанс, что Институт гуманитарных виз заработает в Португалии с 2025 года. Точнее трудно сказать, потому что надо будет вносить изменения в ряд бюрократических процессов. А это в Португалии быстро не делается, констатирует Елизаров в разговоре с Медузой. А чем гуманитарная виза будет отличаться от обычной? Прежде всего, условиями получения. Как мы отметили выше, этот документ будет выдаваться только тем, кто столкнулся с войной или политическими преследованиями у себя на родине. Документ будет гарантировать возможность легально въехать в Португалию, чтобы запросить убежище. Предполагается, что обратиться за документом можно будет как в дипломатическом представительстве Португалии на родине, так и в другом государстве. Возможно, даже в том, где у заявителя нет ВНЖ. Впрочем, в беседе с Медузой Елизаров уточняет, что это идеальный вариант, и финальная версия законопроекта может и не предусматривать именно такой механизм. В беседе с изданием агентства Елизаров отмечал, что у некоторых россиян, живущих сегодня за пределами родины, есть проблемы с легальным статусом в стране пребывания. Не имея ВНЖ в Турции или в Грузии, они не могут получить туристическую визу, а, следовательно, и легально попасть в Португалию, чтобы запросить убежище. Цитата. «Если в финальной версии законопроекта не будет отдельного уточнения о возможности запрашивать разрешение на въезд в стране, где у человека нет ВНЖ, то с гуманитарной визой будет то же самое, что происходит с туристическими. Это многих сразу отсечет, что было бы нежелательно», объясняет Елизаров в разговоре с Медузой. «Как человек сможет убедить посольство, что ему необходима гуманитарная виза?» Мы не знаем. В тексте самой инициативы об этом пока не говорится ни слова. Она лишь вводит в законодательство понятие «гуманитарная виза» и предусматривает возможность выдачи таких документов в посольствах и в консульствах Португалии, в других странах. Как поясняет Елизаров, для точного ответа на этот вопрос необходимо дождаться утверждения парламентом «Финальная версия законопроекта». А сколько такой документ будет делаться? Увы, и это тоже неизвестно. Авторы законопроекта рекомендуют дождаться принятия документа и, возможно, появления дальнейших разъяснений от португальского МИДа. А получение такой визы гарантирует дальнейшее получение убежища? Скорее всего, нет. Ответ на этот вопрос также нельзя найти в тексте инициативы. Поэтому Павел Елизаров рекомендует дождаться финальной версии законопроекта. Цитата. «Пока можно предполагать, что под тем, кто запрашивает визу, будет проводиться какая-то предварительная проверка. Это должно положительно повлиять на процесс получения убежища, но в какой степени, пока трудно сказать», констатирует собеседник «Медуза». Как долго будет действовать виза? И что, если она закончится раньше принятия решения властями Португалии? Это не должно стать проблемой. «Как поясняет Елизаров, точного времени действия визы пока нет. Срок действия пока непонятен, но это будет какой-то период, адекватный именно для приезда в Португалию. После запроса убежища уже оформляются другие документы, подтверждающие легальное нахождение в стране», говорит собеседник редакции. «По нынешним законам Португалии, когда прошение об убежище принимается к рассмотрению, проситель получает временный ВНЖ, который нужно регулярно продлевать», говорит Елизаров. «И он продлевается до момента принятия решения об убежище. С ним можно работать и выезжать из Португалии при наличии действующего загранпаспорта». Нет, и это один из немногих вопросов, ответ на который уже содержится в законопроекте. В тексте инициативы прямо сказано, что гуманитарная виза будет действовать только на территории Португалии. «В исходном предложении законопроекта указывалось, что это будет виза именно для въезда в Португалию, и это вряд ли изменится», говорит Елизаров в разговоре с Медузой. «Скорее всего», — продолжает он, «это будет виза для однократного въезда в страну». А как еще можно попасть в Португалию? К примеру, по туристической визе. Португалия входит в число стран, которые по-прежнему выдают россиянам Шенген. Более того, в разборах некоторых российских изданий можно увидеть, что португальские дипломаты сравнительно лояльно подходят к вопросу оформления разрешений на въезд для граждан России. Впрочем, как отмечалось в материале портала tutu.ru, подобные выводы делаются на основе опросов туроператоров, и к ним стоит подходить с осторожностью. Однако после въезда в Португалию по туристической визе оформить ВНЖ уже не получится. С этого года власти страны ограничили такую возможность. Кстати, с этим ограничением связан еще один законопроект «Партия-либеральная инициатива», одобренный парламентом 11 октября. Правительство ввело переходный период, в течение которого будут рассмотрены уже принятые заявки на ВНЖ от тех, кто въехал в страну по туристической визе, говорит Медузий Елизаров. Идея нашего законопроекта в том, чтобы временно дать возможность податься на ВНЖ и тем, кто в течение года уже делал отчисления в пенсионную службу, но не успел попросить ВНЖ. Впрочем, с туристической визой все еще можно запросить убежище. При этом, как напоминает руководительница организации «Ковчег» Анастасия Буракова, получение статуса беженца – нелегкий способ переезда и легализации в Европе. К этому средству стоит прибегнуть только если человеку угрожает опасность и когда нет иных возможностей избежать преследования и легализоваться в безопасной стране, напоминает Буракова. То есть легализоваться в Португалии стало сложнее? Да. Помимо запрета на получение ВНЖ по туристической визе, страна также сократила возможность для получения золотых виз за инвестиции в недвижимость. Однако возможности легализоваться в Португалии все еще остаются. Так в страну все еще можно приехать по рабочей или учебной визе, а также по документу цифрового кочевника. «Португалия имеет много программ экономической миграции», говорит юрист Анастасия Буракова из организации «Ковчег». Например, люди могут открыть компанию, перевезти туда бизнес и получить ВНЖ. Достаточно много людей легализовались в стране таким образом. Не полностью закрытой остается и возможность получения золотой визы. Для этого надо вложить не менее 500 тысяч евро в португальские инвестиционные и венчурные фонды или исследовательские программы, или сделать донат от 250 тысяч евро на восстановление культурного наследия», заключил Павел Елизаров. А в каких-то странах, помимо Португалии, уже есть гуманитарные визы? Да. Как указывается в тексте законопроекта «Либеральные инициативы», институт гуманитарных виз не является ее изобретением. Такая возможность уже существует в нескольких странах, таких как Германия, Франция, Ритва, Польша и Бразилия, говорится в тексте «Инициатива». Однако, как отмечают Анастасия Буракова из «Ковчега», в большинстве стран выдача гуманитарных виз действует не так, как ее предлагают организовать в Португалии. В Германии, Франции, Чехии, Польше, странах Балтии механизм работает иначе. Здесь человек получает долгосрочную визу, сроки действия могут быть разными, в среднем это примерно год, которая сама по себе дает право на проживание и трудоустройство. Ближе к окончанию визы человек обычно подается на ВНЖ, говорит Буракова редакция. Таким образом, французские или литовские гуманитарные визы не предполагают получение статуса беженца. Статус человека с видом на жительство и статус спросителя убежища это абсолютно разные правовые положения, напоминает Буракова. С видом на жительство ограничений сильно меньше. Ожидание убежища предполагает куда больше ограничений права на свободу передвижения, права на работу и так далее. Причем человек, претендующий на статус беженца, вылезается в правах на годы. Как уточняет Буракова, в Германии оформление гуманитарной визы занимает от 2 до 8 месяцев. В других странах срок рассмотрения документов может отличаться в зависимости от загруженности миграционных служб. В Польше, к примеру, это может быть быстрее. Около 2-3 месяцев заключает собеседница редакции. Вы слушали карточки о новых португальских визах. Прочитать их можно по ссылке в описании. Спасибо, что слушаете радио «Медуза». Мы есть на всех основных подкаст-платформах, а также на YouTube, в Telegram и в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN. Оставайтесь с нами. До встречи! Продолжение следует...